маска получается очень легкая воздушная эта маска имеет очень эффективный заметный лифтинг эффект маска подтягивает даже самую дряблую видающую кожу улучшает овал лица разглаживает морщины делает кожу плотной упругой эластичной эту маску можно использовать как курсом так и использовать в качестве профилактики появления преждевременных морщин 1-2 раза в неделю зависимости от состояния своей кожи определяйте частоту применения этой маски я уверена что это простая и эффективная маска станет вашей любимой привет мои дорогие спасибо что смотрите это видео меня зовут оксана и сегодня вы узнаете как в домашних условиях очень быстро подтянуть дряблую кожу сегодняшняя маска хорошо подтягивает овал лица делает его четким и контур лица становится как в молодые годы сегодняшний рецепт очень простой приготовлении состоит как вы видите из одного яйца и поэтому видео будет полезным информативным устраивайтесь поудобнее всем приятного просмотра и давайте приступим для сегодняшней подтягивающей лифтинг маски нам понадобится один белок сегодня я вам предлагаю сделать подтягивающую маску из белка а завтра будем использовать желток для приготовления супер питательной омолаживающей маски сегодня используем только белок и так берем один белок яйца добавляем одну столовую ложку обычного крахмала крахмал можно использовать кукурузный также подойдет для этой маски и обычный картофельный крахмал добавляю одну столовую ложку крахмала следующий ингредиент для этой маски нам понадобятся дрожжи дрожжи хорошо также влияет на возрастную зрелую кожу дает хорошее питание увлажнение очень хорошо уплотняет кожу в момент применения дрожжевых масок на возрастную кожу вы будете получать легкий подтягивающий эффект эти дрожжи можно использовать как сухие быстрого приготовления так и дрожжи из брикетов если у вас брикетные дрожжи то предварительно доведите их до состояния комнатной температуры так чтобы они приняли мягкую консистенцию если вы используете обычные брикетные дрожжи добавьте также одну столовую ложку мягкую консистенцию если вы хотите использовать ее в variable уголь и для этого вы можете видеть их 리듬 в банкк入а для шишки подходит к seresurd и для шишки подходит к консистенция следующий ингредиент для приготовления этой маски нам понадобится сок лимона нужно добавить одну столовую ложку либо свежего выжатого сока лимона либо сок концентрированный который можно также купить в продуктовом обычном магазине добавляю одну столовую ложку сока лимона на рамках сока лимона было бредным и готово к царям сока лимона надо просмотреть эту с refugees разрушить с калимон альт 인ститута работы в калимонах нахраны, барканы и ипси-калимон Экспиридент и в калимонах на tête сантимонитана. в калимонах основы межимона лимона с калимона Субтитры сделал DimaTorzok Маска получается очень легкая, воздушная. Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать ее курсом. Если ваша кожа очень в плохом состоянии, имеется большое количество мелких морщин и дряблость на лице, то лучше всего использовать эту маску курсом в течение 5 дней. Эту маску лучше всего наносить примерно за час до сна. На хорошо очищенную, распаренную кожу лица. Также эту маску можно нанести на кожу вокруг глаз, на шею и на зону декольте. После нанесения первого слоя дайте примерно 1-2 минуты на впитывание и легкое подсыхание этой маски. Затем нанесите два последующих слоя с таким же интервалом. После нанесения третьего слоя держать эту маску нужно не более 20 минут. После истечения этого времени промокните полотенце теплой водой и размочите маску на лице. Только после того, как маска хорошо размякла, нужно приступить к ее смыванию. В момент смывания сделайте легкий массаж лица по кожным массажным линиям. Затем смойте эту маску теплой водой, ополосните кожу лица прохладной водой. Затем сразу без тонизирования нанесите легкий увлажняющий или питательный крем. Рецепт которого вы также можете найти на моем канале. Оставлю вверху ссылку на рецепты домашних омолаживающих кремов, которые вы можете сделать без труда, без затрат, самостоятельно, без косметологов. Шикарные омолаживающие домашние кремы. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами. Для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всем мира, добра и красоты. Увидимся завтра. А с вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока-пока.